Антон Павлович Чехов Толстый господин погладил себя по багровым бедрам, подумал и сказал — Ах, банки, пожалуй, поставь. Спешить мне некуда. Цирульник сбегал в предбанник за инструментом, и через какие-нибудь пять минут на груди и спине толстого господина уже темнели десять банок. — Я вас помню, Ваше благородие, — начал Цирульник, ставя одиннадцатую банку. — Вы у нас в прошлую субботу изволили мыться, и тогда же еще я вам мозоли срезывал. Я Цирульник Михайло. Помнитесь, тогда же вы еще изволили меня насчет невест расспрашивать. — Ах, так что же? — Ничего-с, говею я теперь, и грех мне осуждать Ваше благородие, но не могу не выразить Вам по совести. Пущай меня, Бог, простит за осуждения мои. Но невеста нынче пошла все непутящее, несмысленная. Прежняя невеста желала выйти за человека, который солидный, строгий, с капиталом, который все обсудить может, религию помнит. А нынешняя льстится на образованность. Подавай ей образованного. А господина чиновника или кого из купечества и не показывай, а смеет. Образованность разная бывает. Иной образованный, конечно, до высокого чина дослужится, а другой весь век в пестах просидит. Похоронить не на что. Мало ли их нынче таких. К нам сюда ходит один образованный. Из телеграфистов все превзошел. Депеши выдумывать может. А без мыла моется. Смотреть жалко. Беден да честен. Донесся с верхней полки хриплый бас. Такими людьми гордиться нужно. Образованность, соединенная с бедностью, свидетельствует о высоких качествах души. Невежа. Михайло искоса поглядел на верхнюю полку. Там сидел и бил себя по животу веником тощий человек с костистыми выступами на всем теле и состоящий, как казалось, из одних только кожи до ребер. Лица его не было видно, потому что все оно было покрыто свесившимися вниз длинными волосами. Видны были только два глаза, полные злобы и презрения, устремленные на Михайлу. Из антих, из длинноволосых, мигнул глазом Михайло. С идеями. Страсть, сколько развелось нынче такого народу. Не переловишь всех. Ишь, патлы распустил шкелет. Всякий христианский разговор ему противен. Все равно, как нечистому ладан, за образованность вступился. Таких вот и любит нынешняя невеста. Именно вот таких, ваше высокородие. Ох! Нечто не противное. Осенью зовет меня к себе одна священникова дочка. Найди, говорит мне, Мишель. Меня в домах Мишелем зовут, потому что я дам завиваю. Найди, говорит мне, Мишель жениха, чтоб был из писателей. А у меня, на ее счастье, был такой. Ходил он в трактир к Порфирию Емельянычу и все стращал в газетах пропечатать. Подойдет к нему человек за водку деньги спрашивать, а он сейчас по уху. Ох! Как с меня деньги? Да знаешь ты, кто я такой? Да знаешь ты, что я могу в газетах пропечатать, что ты душу загубил? Плюгавый такой оборванный. Прельстил я его поповскими деньгами, показал барышнин портреты и сводил. Костюмчик ему напрокат достал. Не понравился барышне. Меланхолии, говорит, в лице мало и сама не знает, какого ей лешего нужно. — Это клевета на печать! — послышался хриплый бас с той же полки. — Дрянь! — Это я-то дрянь? М-м-м! Счастье, ваше, господин, что я в эту неделю говею, а то бы я вам за дрянь сказал бы слово. — Вы, стало быть, тоже из писателей? — Я, хотя и не писатель, но не смей говорить о том, чего не понимаешь. Писатели были в России многие и пользу принесшие. Они просветили землю, и за это самое мы должны относиться к ним не с поруганием, а с счастью. — Говорю я о писателях как светских, так равно и духовных. — Духовные особы не станут такими делами заниматься. Тебе, невеже, не понять. — Дмитрий Ростовский, Иннокентий Херсонский, Филарет Московский и прочие другие святители церкви своими творениями достаточно способствовали просвещению. Михайло покосился на своего противника, покрутил головой и крякнул. — Ну уж это вы что-то того, сударь! — пробормотал он, почесав затылок. — Что-то умственное. Недаром на вас и волосья такие. — Недаром. Мы все это очень хорошо понимаем, и сейчас вам покажем, какой вы человек есть. Пущай, ваше благородие, баночки на вас постоят, а я сейчас схожу только. Михайло, подтягивая на ходу свои мокрые брюки и громко шлепая босыми ногами, вышел в предбанник. — Сейчас выйдет из бани длинноволосый. Обратился он к малому, стоявшему за конторкой и продававшему мыло. — Так ты того, погляди за ним, народ смущает, с идеями. — За Назаром Захарычем сбегать бы. — Ты скажи мальчикам. — Сейчас выйдет сюда длинноволосый, — зашептал Михайло, обращаясь к мальчикам, стоявшим около одежи. — Народ смущает. — Поглядите за ним. Да сбегайте к хозяйке, чтоб за Назаром Захарычем послали протокол составить. Слова разные произносят, с идеями. — Какой же это длинноволосый? — встревожились мальчики. — Тут никто из таких не раздевался. Всех раздевалось шестеро. Тут вот два татара, тут господин раздевшись, тут искупцов двое, тут дьякон, а больше и никого. — Ты знать, отца дьякона за длинноволосого принял. — Вы думаете, Чарти, знаю, что говорю. Михайло посмотрел на одежду дьякона, потрогал рукой ряску и пожал плечами. По лицу его разлилось крайнее недоумение. — А какой он из себе? — Худенький такой, белобрысенький, бородка чуть-чуть, все кашляет. — М-м-м, — пробормотал Михайло. — М-м-м, это я, значит, духовную особу облаял. — Комиссия отца Дианисия, вот грех-то, вот грех! А ведь я говею, братцы, как я теперь исповедаться буду, ежели я духовное лицо обидел? Господи, прости меня грешного! Пойду прощение просить. Михайло почесал затылок и, состроив печальное лицо, отправился в баню. Отца дьякона на верхней полке уже не было. Он стоял внизу у кранов и, сильно раскорячив ноги, наливал себе в шайку воды. — Отец Диакон! — обратился к нему Михайло плачущим голосом. — Простите меня, Христа ради окаянного! — За что такое? Михайло глубоко вздохнул и поклонился Диакону в ноги. — А за то, что я подумал, что у вас в голове есть идеи! Глава вторая — Удивляюсь я, как эта ваша дочь при всей своей красоте и невинном поведении не вышла до сих пор замуж, — сказал Никодим Егорыч Потычкин, полезая на верхнюю полку. Никодим Егорыч был гол, как и всякий голый человек, но на его лысой голове была фуражка. Боясь прилива к голове и аполексического удара, он всегда парился в фуражке. Его собеседник Макар Тарасыч Пешкин, маленький старичок с тонкими синими ножками, в ответ на его вопрос пожал плечами и сказал. — Потому оно не вышло, что характером меня Бог обидел. Смирен я и кроток очень, Никодим Егорыч, а нынче кротостью никого не возьмешь. Жених нынче лютый, с ним и обходиться нужно сообразно. — То есть как же, лютый, с какой это вы точки? — Балованный жених. С ним как надо. Строгость нужна, Никодим Егорыч. Стесняться с ним не следует, Никодим Егорыч. К мировому по мордасам за городовым послать, вот как надо. — Ах, негодный народ, пустяковый народ. Приятели легли рядом на верхней полке и заработали вениками. — Пустяковый, — продолжал Макар Тарасыч. — Натерпелся я от них каналиев, будь я характером посолиднее. Моя Даша давно бы уже была замужем и деток рожала. — Ходячка, да-с. Старых девок теперь в женском поле, сударь мой, ежели по чистой совести, половина на половину, пятьдесят процентов. И заметьте, Никодим Егорыч, каждая из этих самых девок в молодых годах женихов имела. А почему, спрашивается, не вышла? По какой причине? — А потому что удержать его жениха-то родители не смогли. Дали ему отвертеться. — О, это верность. — Мужчина ныне балованный, глупый, вольно думствующий. Любит он все это на шеремышку да с выгодой. — Задаром он тебе и шагу не стопит. Ты ему удовольствие, а он с тебя же деньги требует. Ну и женится тоже не без мыслей. Женюсь, мол, так, деньгу зашибу. Это бы еще... Это бы еще ничего. Ох, куда ни шло, ешь, лопай, бери мои деньги, только женись на моем дите. Сделай такую милость. Но бывает, что и с деньгами наплачешься, натерпишься горя Гореванского. Иной сватается-сватается. А когда идет до самой точки, до венца, то и назад оглобли. К другой идет свататься. Женихом хорошо быть, одно удовольствие. Эть, его и накормят, и напоят, и денег взаймы дадут. Чем не жизнь? Ну и строит из себя жениха до старости лет, покуда смерть. И жениться ему не нужно. А уж лысина во всю голову. И седой весь, и колени гнутся. А он все, жених. А то бывают, которые не женятся по глупости. Глупый человек сам не знает, что ему надо. Ну и перебирает. То ему нехорошо, другое не ладно. Ходит, ходит, сватается, сватается. А потом вдруг ни с того ни с сего. Не могу, говорит, и не желаю. Да вот хоть, эх, взять, к примеру, господина Катавасова, первого Дашиного жениха. Учитель гимназии. Титулярный тоже советник. Науки все выучил. По-французски, по-немецки. Математик. А на поверку вышел болван. Глупый человек, и больше ничего. Вы спите, Никодим Егорыч? Нет. Зачем же? Это я закрыл глаза от удовольствия. Ну вот, начал он около моей Даши ходить. А надо вам заметить, Даши тогда и двадцати годочков еще не было. Такая была девица, Что просто всем на удивление. Финик, полнота, Формалистика в теле и все прочее. Статский советник Цицеронов Гравианский, По духовному ведомству служит, На коленях ползал, Чтоб к нему в гувернантке пошла, Не захотела. Начал Котовасов ходить к нам. Ходит каждый день и до полночи сидит. И все с ней про разные науки там и физики. Книжки ей носит, Музыку ее слушает. Все больше на книжки напирает. Ну, Даша-то моя сама ученая, Книги ей вовсе не надобны. Баловство одно только. А он то прочти, Другое прочти. Надоел до смерти. Полюбил ее, вижу, И она заметно ничего. Не нравится, говорит он мне, За то, что он, папаша, не военный. Не военный, а все-таки ничего. Чин есть, благородный, сытый, трезвый. Чего же тут еще? Хе-хе, посватался, благословили. Про приданный не спросил даже, Молчок, словно он не человек, А дух бесплотный и бесприданного может. Назначили и день, когда венчать. И что же вы думаете, Эть-ка, а? За три дня до свадьбы Приходит ко мне в лавку этот самый Катавасов. Глаза красные, Личность бледная, Словно с перепугу. Бездрожит. Что угодно-с. Извините, говорит Макар Тарасыч, Но я жениться на Дарье Макаровне не могу. Я, говорит, ошибся. Я, говорит, взирая на ее цветущую молодость и наивность, Думал найти в ней почву, Так сказать, свежесть, говорит, душевную. А она уже успела приобрести склонности, говорит. Она наклонно, говорит, к мишуре, Не знает труда, С молоком матери всосала. И не помню, что она там всосала. Говорит, а сам плачет. А я? Я с ударьмой побронился, Только отпустил его. И к мировому не сходил, И начальству его не жаловался, По городу не срамил. По идее, к мировому, Так небось испугался бы срама, Женился бы. Ичка! Эх! О! Начальство, небось, не поглядело бы, Что она там всосала. Коли смутил девку, Так и женись! Купец вон, Клякин, Слышали? Даром, что мужик. А поди-кася, Какую штуку того! У него жених тоже Упорствовать стал. В приданном заметил что-то, Как будто не то. Так он, Клякин-то, Завел его в кладовую, Заперся, Вынул, знаете ли, Из кармана Большой револьвер с пулями, Как следует заряженный, И говорит, Побожись, Говорит перед образом, Что Женишься, А то, Говорит, Убьюсь сию минуту, Подлец, Так и сию минуту, Побожился, И женился, Молодчик. Вот, видите, А я бы так Не способен, И драться даже Не того. Ах! Увидал мою Дашу Консисторский чиновник, Хохол Брезденко, Тоже из духовного ведомства, Увидал и влюбился, Ходит за ней красный, Как рак, Бормочет разные слова, И изо рта у него Жар пышет, Днем у нас сидит, А ночью под окнами ходит, И Даша его полюбила, Глаза его хохлацкие Ей понравились, В них, говорит, Огонь и черная ночь, Ходил, ходил, хохол И посватался, Даша, можно сказать, В восторге и восхищении Дала свое согласие, Я, говорит папаша, Понимаю, это не военный, Но все же из духовного ведомства, А это все равно, что интендантство, И поэтому я его очень люблю, Девица тоже по ней разбирает нынче Интендантство. Осмотрел хохол приданное, Поторговался со мной И только носом покрутил. На все согласен, Свадьбу бы только поскорей, Но в тот самый день, Как обручать, Поглядел на гостей, Да как схватит себя за голову, Батюшке, говорит, Сколько у них родни, Не согласен, Не могу, Не желаю, И пошел, И пошел, Я уж и так, И эдак, Говорю вашему сокородию, С ума сошел, что ли? Ведь больше чести, Ежели родни много. Соглашается, Взял шапку, Да и был таков. Был и такой случай. Посватал мою Дашу Лесничий Алеляев. Полюбил ее За ум и поведение. Ну и Даша его полюбила. Характер его положительный, Ей нравился. Человек он действительно хороший, Благородный. Посватался, И все это обстоятельно. Приданное все до тонкости осмотрел, Все сундуки перерыл, Матрёну поругал за то, Что та сапога от моли не уберегла. И мне реестрик своего имущества доставил. Благородный человек, Грех про него, Что худое сказать. Нравился он мне признаться до чрезвычайности. Эх, торговался он со мной два месяца. Я ему восемь тысяч даю, А он просит восемь с половиной. Торговались, торговались, Бывало, сядем чай пить, Выпьем по пятнадцати стаканов, И все торгуемся. Я ему двести накину, Не хочет. Так и разошлись из-за трехсот рублей. Уходил бедный и плакал. Уж больно любил Дашу. Ругаю теперь себя, грешный человек. Истинно ругаю. Было б мне отдать ему триста, Или же попугать, На весь город посрамить, Или завести бы в темную комнату Дупом-мордосом. Эх, прогадал я. Вижу теперь, что прогадал. Дурака сломал. Ничего не поделаешь, Никодим Егорыч. Характер у меня тихий. Смирный очень. Это верно-с. Ну, а я пойду. Пора. Голова тяжела стала. Никодим Егорыч в последний раз Ударил себя веником и спустился вниз. Макар Тарасыч вздохнул И еще усерднее замахал веником. КОНЕЦ Продолжение следует...